Суть нашего российского бытия с ненормальной инфляцией и неадекватными ценами на все не говорит, а орет. Накопить 90% россиян нереально. Суть политических изменений за последние 8 лет и 1 месяц зато гарантирует стабильность. Человек ведь самое приспосабливаемое животное на планете. Тараканы ведь не выдержали появления китайских карандашей. А мы выдерживаем рост цен и живем. Правильно, кредит. Но поступаем неправильно. Итак, купив сотик, телек, монитор, да мало ли что в нескольких кредитных организациях, мы как светофор светимся в бюро кредитных историй. Причем светимся красным запрещающим сигналом. И в своем желании ездить и жить как сосед с евроремонтом и на иномарке, надо грамотно понимать, сосед сделал евроремонт, взяв ипотечный кредит под залог квартиры. Иномарку в кредит. А на прочий фарш, типа телевизионной панели и встроенной техники, вполне хватило сэкономленных денег. Теперь как купить и как сэкономить? Мечелбанк предлагает автокредит и предлагает сэкономить на каско. Теперь просто считаем. Условия и проценты в банках примерно одинаковые. Ну плюс-минус. Но большинство банков при оформлении авто дороже 500 тысяч рублей требует застраховать по каско в аффилированных структурах. Дальше арифметика усложняется. Первый год типа в подарок или по льготной ставке. Хотя отвалить за джип стоимость 900 тысяч, пусть и дешевеющих деревянных и при этом встрять тысяч на 60 по каско, обидно, блин. Идем в Мечелбанк и в первый год покупаем плазму. Дальше еще интереснее. Год второй. Машина удешевляется на 10%, но страхуется как БУ, под 12%. А это уже 75 тысячонок. И в случае с Мечелбанком на сэкономленное покупаем кухонный гарнитур. Третий год. Опять 65 тысяч. И с Мечелбанком глубокий тюнинг игровой платформы. Хватит и на непонятно дорогущий мак. И конечно автокредит выгоден, когда срок подлиннее, то есть лет на 5. Но в Мечелбанке вам дадут кредиты и на подержанный автомобиль в последнем кузове. Так что можно выпендриваться на здоровье. Теперь где купить? На авторынке, разумеется. Взять, к примеру, ЦГЯ. Ну и конечно, в центральный городской ярмарке есть уникальные экземпляры. Как например, 140-й Мерседес. Но вот они не попадают под кредитную историю. Потому что я должен вас предупредить. Если вы работаете с Мечелбанком, там есть небольшое ограничение. До 2001 года выпуска иномарки. Можно и не иномарки, можно и отечественные. Ну, отечественные, то это в разы не шире. Ну вот рядышком стоит автомобиль, который попадает. Это 2001 года Land Rover Freelander. В принципе с хорошим движком. И с ценой 540 тысяч рублей. Так что, зная высококачественные магнитогорские дороги, зная высокое качество обслуживания Мечелбанка, и работая вообще с клиентами, можно никуда не ездить здесь, на месте, прямо сейчас выбирать понравившийся экземпляр. Мы работаем как с населенными пунктами Башкортостана, Верхнеуральского, Верхнеуральского района, Агаповки, Агаповского района. То есть они спокойно могут здесь, в городе Метогорске, выбрать автомобиль новый, либо поддержанный. И оформить его через наши офисы. Для этого никаких границ не существует. Также выберите машину там, с Метогорской пропиской. Можете оформить как в офисах Сибая, Белорецка. То есть без проблем. Обращаетесь в автосалон, берете необходимые документы на приобретаемый товар, и обращаетесь в офис, там вас примут, и, как говорится, оформите там кредит. В России сейчас, так же как и во всем мире, люди живут в кредит. То есть, в принципе, это будет экономия для семейного бюджета относительная, потому что сразу сумму на автомобиль накопить очень проблематично и долго. В кредит оформить автомобиль намного быстрее. Здесь у нас существует по приему платежей непосредственно сам офис работает по приему платежей. Не только Мечелбанка, но и сторонних банков практически всех, которые существуют на рынке города. Также находятся в магазине терминал по приему платежей и банкомат по предоставлению наличности. Теперь из собственного богатого кредитного опыта. Что, у Леши все куплено в кредит? Да, дорогие мои телезрители и уважаемые журналисты, влезшие в автотему. Вот такое Сусанин. Первым скажу, действовал по возможности грамотно. Вторым, здесь типа в автоморе Магнитогорска рыбы нет. То есть денег нет. Обломайтесь, ребята. Конечно, мои кредиты сосут как гнус. А самые гнусные это почтовые непонятные кредиты. Потому как, и подумайте сами, всякие ЗАО и ООО, имея миллионы клиентов и перехватывая бабки у банков западных, о вас не задумываются. А сменив партнера, вам реквизиты новые для перевода денег могут и не сообщить. Но сообщат обязательно, что вы попали на штрафные проценты. Типа по вашей живине. И в этом смысле кредитоваться в банке известным и надежным в разы приятнее. Ну и как у банка, который может спокойно считаться одним из старейших в Уральском регионе, в Челябинской области, Мечетбанк может гордиться широкой сетью своих филиалов. Это не только Ленина 160, это вот Ленина 82, а скоро будет открытие в Ленинском районе. И кроме всего прочего, по городу в различных местах установлены терминалы по оплате ваших кредитов или по пользованию экспресс-кредитования.